Возле здания Нацбанка в Алматы прошел митинг. Около 40 человек потребовали отставки Килимбетова. Но сам глава Нацбанка к митингующим не вышел. Он жестко ответил пикетчикам уже в Астане. По некоторым данным, казахстанские вкладчики за день потеряли пятую часть сбережений. Точнее, более триллиона тенге. Дело в том, что до девальвации объем депозитов в банках составлял 6 триллионов тенге. А в черный вторник эта сумма сократилась на 20%. Подробнее расскажет Бауржан Шаяхмет. Если каждые пять лет Казахстан будет переживать девальвацию национальной валюты, то уже через 40 лет страну может ожидать участь в Зимбабве. О попадании в 30-ку развитых государств тогда стоит забыть, иронизируют эксперты. Узнав о девальвации, шокированные вкладчики пришли в Нацбанк. Но здание оцепили сотрудники службы безопасности и бойцы в черной форме. Но мы бы просто не хотели, чтобы этим воспользовались недобросовестные люди, которые, или так называемые иногда квази-общественные защитники, которые используют, собирают деньги с населения, используют этот момент для того, чтобы, скажем, накалить градус против существующих правил. Сказать, да, кредиты не вернем давайте, давайте оставим там ипотеку, там, всю ипотечное жилье там народу, давайте там не будем делать то или давайте делать это. Это вообще, как бы, такие анархические принципы создания хаоса. Никакая власть никогда этого не допустит. Как оказалось, о планирующихся изменениях знал узкий круг людей. Напомним, что прошлая девальвация случилась пять лет назад. Наблюдатели тогда отмечали, что на бирже было куплено более миллиарда долларов. За несколько дней до девальвации кому-то явно было известно, и он смог заработать на этом около 300 миллионов долларов. На этот раз, говорят, было иначе. Не все работники Национального банка даже знали. Только те, ну, кстати, что им предъявили как претензию, и домой, наверное, вечером не пустили, поскольку так же, как и все граждане Казахстана, они ощутили последствия вот такого изменения корректировки курса тенге. Знала очень узкая группа специалистов, которая, значит, приняла решение. Напоследок глава Национального банка дал понять, что казахстанцев отучат от привычки пересчитывать цены в доллары. Программу дедолларизации экономики Нацбанк планирует разработать вместе с правительством. По словам Килимбетова, долларизованность экономики Казахстана составляет 40%.